Станции, которые мы три штуки развернули в районе эпицентра, позволят нам, если произойдут еще авторшоки у этого землетрясения, точно определить глубину, на которой оно находилось, а это очень важно, как для науки, но и для практических целей тоже, и для строительства, и для людей. Научные работники утверждают, что Урал находится в зоне постоянного риска. Поэтому, уверены исследователи, такие землетрясения просто необходимо тщательно изучать. Ведь свердловчанам важно быть готовыми к новому сюрпризу природы. По пути из одного поселка в другой ученые опрашивают местное население. Мы проснулись от грохота, потому что дом тряхнуло. Взяли, оделись, я выглядывала в окно, оделись, взяли фонарь, вышли на улицу, думали, в дом машина въехала, бывает такое. Вышли, все тихо, спокойно, и даже собака не лает. Мощный толчок произошел в 2.44 ночи, и по данным ближайшей сейсмостанции, самые сильные вибрации распространялись в течение минуты. В домах, находящихся всего в нескольких километрах от эпицентра, жители проснулись в настоящей панике. Я узкала, а как перевод, такое впечатление, что диван поехал у меня. И сначала голо, а потом вроде как, знаете, вот, я так вот зашевелилась. Жители Первомайского не только охотно делятся впечатлениями, но и впускают ученых в свои дома, чтобы работники смогли установить аппаратуру. Вот Первомайка, то есть как раз, как у Редини. Поэтому мы одну станцию вот у вас здесь постоим, а завтра поедем еще в Сабик и вот еще здесь поселок. Данные сейсмографов научные исследователи увозят в лабораторию. Первую информацию о природном катаклизме озвучат уже через пару дней. Однако уже сейчас ученым удалось выяснить, что магнитуда произошедших толчков была выше ранее озвученной и достигала 4,8. А значит и мощность воздействия на здания, расположенные близко к эпицентру, сильнее. На небольших расстояниях, в частности вот на наших региональных, мы используем все просто уточненный годограф, поэтому наши оценки, они точнее. На самом деле основная наша задача это, так сказать, пресечь слухи и панику среди населения. А тем временем паника медленно, но верно распространяется по региону, чем активно пользуются некоторые свердловчане. Так на Артемовском железобетонном заводе под землю провалилась плита от стены. Всему виной землетрясения, дружно заявили работяги. Не важно, что рухнула она на следующий день после природного катаклизма. Также неожиданно обнаружилась и трещина в Каменской плотине в районе Кузина. А в Новоуткинском детском саду, по словам местных журналистов, вообще треснули стекла. Может быть теперь местные чиновники, наконец, позаботятся о замерзающих малышах и залатают дыры в конструкции плотины. Валерия Чемрова, Новости, Екатеринбург. Рисунок стоимостью 40 тысяч рублей.